Все как в Советском Союзе Жизнь в закрытых городах глазами обывателей Все как в Советском Союзе Жизнь в закрытых городах глазами обывателей 8 часов 6 октября 2019 года CC by 3.0, ALGA Сквер детской больницы в Северске CC by 3.0, ALGA Москва, 6 ок 3 новости Мария Марикян Жители закрытых городов Знаменска Северское и Треугорного отделяет от внешнего мира высокие заборы военные на контрольно-пропускном пункте Границу охраняют как государственную Всего в России 38 поселений с особым режимом безопасности Попасть на огороженную территорию очень непросто Особенно туристам Здесь низкий уровень преступности Тихая и размеренная жизнь с одной стороны С другой туманные перспективы Работать негде Игорь Лозинский родился в 1970 году в Знаменске Астраханской области Его предки поселились на этом месте еще задолго до того, как в 1947 здесь появился ракетный полигон Капустин-Яр Игорь из семьи потомственных военных отец отслужил 26 лет Сын решил пойти по его стопам Отучившись в школе, Лозинский уехал на Украину Окончил техническое училище и работал на заводе Затем прошел срочную службу в рядах советской армии Поступил в Вольское высшее военное училище После учебы меня распределили в Иркутск на год Потом перевели обратно в родные края на полигон Капустин-Яр Рассказывает он РИА Новости Фото из личного архива Игоря Лозинского Знаменск Население Знаменска около 30 тысяч Выбор профессии скромный Не всем хочется быть педагогами Мальчики идут, как правило, в военные вузы А девочки или уезжают, или замуж выходят, продолжает Игорь Большинство устраивается гражданским персоналом в воинские части Молодежь уезжает работать негде В крупном городе много возможностей, а здесь все ограничено забором Игорь добавляет, у университета есть планы открыть филиал в Ахтубинске Это открытый город в 50 километрах от Знаменска Уже присмотрели здание под учебный корпус и общежитие Надеемся, за год отремонтируем и начнем принимать иногородних, которые не имеют возможности попасть к нам Там будет больше специальностей Прикипел душой Первые закрытые административно-территориальные образования Зато, появились в 1940-х, когда в СССР велись работы по созданию атомной бомбы Раньше попасть туда могли только сотрудники предприятия и их родственники Всем остальным въезд был запрещен Жителям нельзя было разглашать сведения о себе и своей деятельности Нарушителей привлекали к уголовной ответственности Все эти неудобства компенсировались надбавками и хорошим социальным обеспечением Люди приезжали к нам, лезли через заборы, чтобы закупиться Особенного времена тотального дефицита в конце 1980-х В открытых городах на полках ничего, а у нас всего вдоволь Вспоминает Игорь Лозинский Фото, из личного архива Игоря Лозинского Кинотеатр в Знаменске В начале 90-х статус секретности сняли Сегодня попасть в город можно по пропуску Паспорту с постоянной пропиской или по командировочным документам Иногородние гости должны получить официальное приглашение от местных и пройти проверку Игорь признается, приезжие, по их словам, будто возвращаются в СССР У нас есть кварталы с двухэтажными сталинскими постройками Во дворах мужики собираются порезаться в козла Рядом детская площадка, где бабушка стоит у окна и следит за внучкой, играющей в песочницы А как начнутся ее любимые мультики, крикнет на весь двор, Светка, домой Гости видят это, некоторые очень удивляются Игорю нравится, что в городе спокойно и тихо Но ему не хотелось бы здесь оставаться всю жизнь У него две дочери старшая уехала после 11 класса в Москву Учится в магистратуре Российского государственного университета нефти и газа имени Е.М. Губкина Работает по специальности А младшая в этом году пошла в колледж в Астрахани Но хочет пересдать ЕГЭ и поступить в тот же университет Что и сестра, жена Игоря военная, служит уже 12 лет, руководит оркестром Она готовится к выходу на пенсию, после чего в планах у семьи переезд Здесь хорошо растить и воспитывать детей до того, как они окончат школу Реализовывать себя в жизни им нужно в другом месте А если уж прикипел душой, всегда можно вернуться и встретить тут старость Подытожил Игорь Лозинский Центральный КПП в закрытом городе Северске Окончив исторический факультет Томского госуниверситета Она вернулась обратно и устроилась научным сотрудником в музее города Северска Работаю здесь уже 26 лет Последние 10 в качестве директора Были предложения по трудоустройству в Томске, но я отказалась Люблю свой город, признается Светлана О детстве она вспоминает с особым трепетом Раньше город хорошо финансировался В школьные годы я занималась конькобежным спортом Бесплатно выдавали спортивную одежду Под меня специально шили коньки Мы участвовали в соревнованиях Объездили всю Сибирь Собеседница отмечает, что музею в закрытом городе сложно Я пытаюсь учитывать специфику Северска На выставки приходят, как правило, одни и те же Мы приглашаем известных музейщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска Подаем на различные гранты Стараемся идти в ногу со временем и внедрять современные технологии К примеру, два года назад обзавелись очками виртуальной реальности Также устраиваем интерактивные инсталляции Адаптируем их для людей с ограниченными возможностями Фото, музей города Северска В музее города Северска Открытый город В этом году Северск вошел в зону территории опережающего социально-экономического развития Тор По словам Березовской, появилась надежда на то, что город начнет быстрее развиваться Моя дочь переехала в Санкт-Петербург Там окончила архитектурный университет Работает В Северске на такую профессию не было возможности отучиться В Томске ничего подходящего по работе И тех, кто столкнулся с такой проблемой Здесь немало это молодое поколение Которое рвется реализовать себя в профессии Светлане очень хочется Чтобы город с населением более 100 тысяч человек стал открытым Сейчас здесь не хватает динамики Да и музей развивать было бы проще В целом молодым есть чем себя занять Три театра, два дома культуры, кинотеатр, крытый каток, 15 музеев Однако не все разделяет ее оптимизм 23-летняя жительница Северска Анастасия Янова в беседе с РИА Новости призналась Что с друзьями регулярно выезжает в Томск Потому что там интереснее К тому же до центра всего полчаса езды Анастасия учится на последнем курсе Северского технологического института на инженера-физика Не отрицает, что если найдет хорошую работу с достойной зарплатой То едет из Северска CC by CR 2.0 Алексей Лермонтов Город Северск Завод это стабильность Валерий Гигердова живет в городе Трехгорной Челябинской области с 2003-го Сам он родом из Троицка Учился в Челябинске на космическом факультете А затем по распределению попал на приборостроительный завод Росатому Работал инженером Позже возглавил один из отделов по стандартизации В период работы на заводе мы могли не служить в армии Многие из знакомых Как только им исполнилось 28 Уехали отсюда Рассказывает он Рия новости Конечно, мне было сложно поначалу 30-тысячный городок после миллионника Челябинска Я метался от одного края к другому Давило отсутствие размаха Но решил остаться И Трехгорный со временем стал родным Здесь хорошо чисто Гористая местность Леса Он говорит Что каждый второй в Трехгорном занят на предприятии Завод это стабильность Тем не менее у тех Чья работа не связана и со спецификой города Зарплаты скромные Поэтому люди стремятся на большую землю Фото Официальный сайт органов местного самоуправления города Трехгорного Город Трехгорный Фото официальный сайт органов местного самоуправления города Трехгорного Город Трехгорный Взрослая молодежь У Валерия двое детей Он не скрывает Хотелось бы, чтобы они выехали за пределы за то У нас студенты учатся в филиале Московского инженерно-физического института Есть также техникум при ВУЗе Там много рабочих специальностей Но если ребенок захочет стать К примеру, историком или биологом Такой возможности у него здесь не будет Гегердава сетует на то Что в свои 40 лет ему фактически некуда сходить в свободное время Единственное развлечение для взрослой молодежи Огород, дачи и баня Раньше был большой игровой комплекс Играл в бильярд, очень его люболю Но теперь его и закрыли Кроме того, в городе устаревает жилищный фонд Есть проблемы с медициной К травматологу выезжали как-то раз в больницу Которая в 100 километрах от дома Зубы лечим в городе Садко в частных платных клиниках в 40 километрах Конькологу местные ждут очереди по 2 месяца Фото, из личного архива Валерия Гегердова Трехгорный Фото, из личного архива Валерия Гегердова Трехгорный Валерия часто бывает за пределами Трехгорного Вижу, что там детей боятся отпускать гулять в одиночку А у нас дети во дворах целыми днями все как в Советском Союзе Младший пешком до бассейна 3 минуты 5 до занятий по акробатике 10 до музыкалки И завершает свой рассказ Хочу сказать, что люди у нас очень искренние, доброжелательные Все друг друга уважают и всегда готовы помочь Субтитры создавал DimaTorzok